Я приветствую всех зрителей канала КИДАБУЮ. С вами Владимир, как всегда, в эльфийском прохождении за эльфов когда-то региона, который назывался Лихолесье, а теперь это уже у нас Зеленолесье, потому что лихо здесь, в этом регионе, уже не водится. И мы с вами воюем в центре Мордора. Кто смотрел предыдущую серию, помнит, что здесь она закончилась ожесточенной схваткой за замок Киритунгл, где мы уничтожили гарнизон, в котором был даже отряд у Макилов. Ну и наши Энты неплохо себя показали. Я здесь вне записи разбил небольшой отряд противника нашим подкреплением. И у меня такая идея назрела. Здесь вот противник подтягивает разные войска и момент рискованный, но я хочу выйти и попробовать разбить вот этот вот стек. Надеюсь, что к нему могут прийти из Миносморгула на помощь. Если нам удастся поголовно их всех истребить, чтобы никто не ушел, возможно Миносморгул тогда пойдет к нашим ногам. Эти ребятки выходят. Ну мы видим, что здесь пешие орки. Тут самое страшное это катапульты и баллисты. Потому что они издалека могут нас обстреливать. И вот на помощь еще ребята придут тоже с одной баллистой. Особенно важно их уничтожить, чтобы никто отсюда не ушел. Ну что, давайте пойдем на карту битвы и попробуем разыграть это сражение как можно грамотней. Итак, дорогие друзья, как мы видим, мрачная Мордорская местность. Вот наши отряды стоят впереди двумя линиями наши стрелки. Вот наиболее дальнобойные первые. Их подкрепляют полководцы. Здесь Лихолевская знать. И по правому флангу эти часовые лесного края. Вот. Раз и два. Отряды поддержки оттянуты с холодным оружием назад. Все наши Беорнинги и рыцари Эринара. И на фланге стоят Энты. Задача которых зайти в тыл будет и поймать как-то у противника их камнеметы. Давайте смотрим, что у противника происходит. Они сразу же попадают под наш огонь. Мы пускаем Энтов в обход. Пока нас не начали накрывать вражеские камнеметные машины. И убираем для плотности стрельбы огненные стрелы у врага. Лучники у рук идут вперед. Надеюсь, что мы сейчас их расстреляем. Вот. Начинается. Самое страшное. Стрельба вражеских катапульт. Как раз вот это несет наибольшую опасность для нас. Здесь противник уничтожен. Баллиста, катапульты, орки, налетчики. Молодцы. Машинентам надо отвлечь вражеское внимание. Вот так. Как они себя чувствуют? Разогретые. На катапульту. Вперед. Попали в одного. Вы видели? Ай-яй-яй. Это все не так-то просто. Двоих энтов мы потеряли. Убьем следующую катапульту. Противник, я думаю, не уйдет далеко. Наши стрелки им объяснят всю глубину их неправоты. А энты наши пока поломают вражеские катапульты. Вот уже еще одна катапульта начинает уходить. Они просто бросают свои стрелковые механизмы. Так, а что же здесь происходит? Мы дадим сейчас Леголасу воспользоваться его способностью. И здесь задача биорнингов. И рыцаря Элинара контр-атаковать. Тем временем тут катапульта врага бежит. И нашим энтам надо обойти и уничтожить еще вот ту катапульту, которая где-то там вдалеке ходит. Тут тем временем орки-налетчики. Должны понести потери. Боже мой. Боже мой. Мы застряли. Даже трое. Еще один выходит. Вот так. Ну, ребята, выходим отсюда. Глюк. Видите, такой игровой интересный. Ну, понятно, что вражеский генерал тем временем здесь убегает. Задача энтов прорваться через вражеские ряды. Они даже немножко проведили. Здесь убегает вражеская катапульта. Так, где здесь противник бежит не в ту степь. Налютчики Мордора. Ай-яй-яй. Так, это не те. Нам сейчас главное добить здесь баллисту. Баллиста истребляется энтами. И нанести здесь максимальные потери противнику. Кто стреляет огненными стрелами. Вот, наконец-таки, найдены эти странные господа. А где же вражеский генерал? Вот что любопытно. Значит, здесь, пока мы истребляли баллисту, тут оживляется катапульта нашего врага. И нашим энтам придется вернуться назад. Противник заходит здесь в огневой мешок. Кого-то мы тут не догнали. Вот руки-телохранители идут у врага вперед на нас. Заходим в тыл. И пускаем в бой наши отряды, которые могут драться рукопашно. Да, энта тем временем совершает диверсию в тылу противника. Здесь идет ловля тех, кто пытается удрать. и истребление тех, кто еще жив. Да, нет, конечно, уверенности, что удастся перебить всех. И выловить всех. Но если это удастся, и мы возьмем минасморгу сходу, то, конечно, будет здорово. Даже если не удастся, все равно битва славная, по-моему. Болиста пытается обидеть наших энтов. Вот так. И футбол давайте, друзья. Гоняем. А что тут? Тут идет истребление генерала. Да, определенные остатки сбегают от нас. Ну, в целом, сколько? 91% истреблен. О, здорово. Продолжаю битву. Я постараюсь истребить как можно больше из тех, кто остался. Ну, а вам потом покажу результаты, увидим, сможем ли мы войти в минасморгу или нет после этой битвы. Ну, и вот, смотрим, героическая победа. 20 мы потеряли. Из них, конечно же, энты есть. Смогут ли они быть восстановлены вдруг? Древние энты, трое потеряно. И что? Трое. И трое восполнено. То есть у нас их будет столько же, сколько и до сражения. Это здорово. Итак, вот такой выкуп нам предлагают. Но мы, конечно же, их всех казним. И что мы получаем? Во-первых, повышение характеристик. Прирожденный командир пехоты. Это здорово. А во-вторых, мы его грабим. Минасморгул наш, друзья. Я вас поздравляю. Теперь проход противнику в Мордор закрыт. Может, тут такого парня переобучить. Конечно же, заказать мастерскую живописи. И срочно провести здесь реформу всего, чего только возможно. Ну, перед этим... Ну, перед этим... Вот этого нашего парня мы перебросим в Киритунгл. Вот так. Отсюда нам придется тоже снять часть ребят. Хотя бы так вот. Вот. Но этого, как мы видим, мало. Этот парень сидит пока здесь. Отсюда мы этот корпус вот не успевает у нас немножко. Тут опасность в чем? Что вот этот вот назвал. Он может нам составлять большую угрозу. Может, на Киритунгл пойти. У него сил немного, но в целом опасен. И давайте посмотрим. Ну, наличие брони это хорошо. Загон троллей не нужен. 1600 зарабатываем. Бараки чего у нас не минуется? Тоже уничтожаем. Еще дети. Мастерская катакония нужна. Хоть ночью дом. Понятное дело, нужен этой еда. Это все хорошо. Это все надо. Мина сморгу. Это нельзя разрушить. Вот можете почитать вообще, что это такое. Бесплатное содержание войск. Ну, вообще, в этой крепости, как она возникла. Ее история. Когда-то она была построена нуминорцами. Ну, конкретно представителями Гондора. Для того, чтобы сдерживать здесь мордорские силы. И одна из столиц была. Мина сытили. А это вот, а Моргульской долине. Здесь пешие черные нуминорцы. Мы их видим. Орки-налетчики. Ну, и много всего прочего интересного. Мы можем, в принципе, вот этих ребят отсюда отогнать. Идти ли дальше? Нет. Дальше мы идти не можем. Потому что есть опасность потом не вернуться, наверное. Тут строить нечего. Ну, что, друзья. У нас деньги заработаны. Теперь их надо мудро вложить. Везде нужен рост влияния. Здесь нужно отремонтировать еще, кроме всего прочего, цитадель. Тут у нас все заказано, все уничтожено, что не нужно. Кстати, в Керетунгуле. Я не помню, я что-то уничтожал. Бойня. Это все вроде бы нужно, да? Стрелковая башня. Чисто такого мордорского тут ничего нет. Сама башня, она не уничтожается. Она нужна. Здорово. Тут все достраивается. Нанимать мы, понятно, еще никого не можем. Здесь тоже еще рано кого-то нанимать. Только можем переобучать. Переобучать тоже не можем. Так, ну что, давайте быстренько я пробегусь. Где можно еще найм сделать? Здесь найм, кстати, эндов у нас начался. Следующий, правда, не скоро появится. Но все равно мелочь приятна. Здесь все вроде бы тоже построено. Можем поднять земледелие в наших вот этих вот краях. И заодно с эльфийской коррупцией побороться. Можно вот так вот сделать еще. Самое главное, что прирост населения идет. Это уже хорошо. Немножечко денег подзаработаем, потому что экономику нам надо тоже как-то поднимать. И что делают наши вот эти вот ребятки? Невыгодное предложение. Право прохода невыгодно. Попробуем подарок им дать. Чтобы наш дипломат закончил на позитивной ноте переговоры. Аж задумался компьютер. Такого мопомрачительного предложения. Вот это да. И хочу я узнать, где еще входят наши агенты. Лазутчик. Вот он. Он должен показать. Вернее, я его отправил показать. А что здесь делается у румийцев. И он даже тоже. Вот здесь, видите, идет борьба такая. Лазутчик ламидонт. Это вокруг Гондора. И наш пасул вот здесь вот идет. Он идет через территорию Дейла. И показывает нам, открывает карту местную. Показывает местное расположение всего. Ну и что. Теперь нам надо понять, каков будет ответ Мордора. Насколько он страшен. Еще забыл в одном месте посмотреть найм. Найм идет. Все. Ну давайте сдаем ход и смотрим. Итак, что нам предлагают. Смотрим нового парня. Нам предлагают усыновить. Усыновляем. Это хорошо. Международная ситуация. Ухудшились отношения с Харадом и Руном. Доклад о переобучении вот этих вот ребят. Куча всего построена и сделана. Огромнейшая держава. Здорово. Мы теперь самые большие и самые крутые. У Мордора больше всего денег. На порядок больше, чем у нас. Это тоже такая предупредилочка, можно сказать. И вот есть ребята, которые наши идут уже на помощь в виде подкреплений. Здесь мы тоже переобучаемся. Хотя народу у нас тут немного. Вот ванильном Сертейджи захват минус Морвула приводил к появлению скриптового стека врага Мордора. Будет ли это также здесь или нет? Так, момент меня немножко волнует. Копи можно тут построить. До копи еще далеко. Хотя... Давайте дорогу, потому что нам нужна скорость маневра. Вот здесь. Здесь дорога, по-моему, не может строиться. Здесь уже все дороги, какие возможно, построены. Здесь тоже идет строительство. Вот Селебрин. Скоро преодолеет заветную черту. И... Разовьется как город. И здесь мы ведем новое подкрепление. И переобучаем публику заодно. Деньги, которые остались, можем их как-то попробовать потратить. К примеру, ребята, давайте заключим союз. Давайте вам сведения о карте. Давайте выплату сделаем. Вот так. Щедрое предложение. Неуверенный отказ. А ну, а если вот так вот? Как-то здесь должен работать скрипт. Вот так. Я решил попробовать просто. Потом его не знаю, отпишите, стоит ли такое использовать. Я никогда здесь не использовал дипломатию по Толкину. А то у нас получается какая-то глупость. То есть здесь вот таким вот образом можно заключать союзы между светлыми. Отправим его на юг. Но это является читом своеобразным. Но с другой стороны, обычно это все делается без проблем. А здесь почему-то никто не хочет дружиться. Ну да, здесь какой-то Дейловский город. Ну, вторично, наверное, здесь с Дейлом не стоит такое проворачивать. Или посмотрим на будущее. А здесь, друзья мои, у нас есть шанс собрать вот это вот подкрепление все. И попробовать с ним выдвинуться дальше на юг, чтобы побыстрее дойти вот сюда. И, возможно, добавить эти силы нашему Леголасу. Еще сейчас наймем. И вот здесь, а вот здесь посевернее. Вот таких вот парней. И отправим их тоже на юг в подкрепление Леголасу. Здесь только один нанимается, да. Пока. Ну и давайте можем сейчас сдать еще расход. Итак, друзья мои, предлагают нам в гламитчаде торговую гильдию. Соглашаемся. Вот публика нанялась и переобучилась. Это здорово. Доклад о строительстве. Тоже море всего построено. Сводка новостей. Яттин. Некие от осада гламитчада, нам показывают. Мордорцы взяли его в осаду. То есть ситуация меняется здесь не в нашу пользу. В том плане, что мы не можем сдать вот этот город. А здесь попутно еще стоит вот такой вот мордорский стек. Давайте-ка посмотрим. Проведем разведку. Ну вот это вот ерунда. Это тоже ребята не так уж и страшны. А вот это уже, наверное, посерьезнее. Ну как посерьезнее? Посерьезнее наличие назгулов. Придется кого-то здесь оставить из наших ребят. Отчаясь с собой. Поехали! Эльвы, эльвы и воориори! Эльвы и воориори! Скажите Ария. Солнечный арион! Саете светом Эльвы? Появляйте. Стоясь с собой. Придется здесь, эльвы! Вот сколько этих ребят идет Под них надо освободить Сколько слотов 6-7 Сюда набью гарнизон побольше Здесь попробуем сейчас Отогнать сначала Вот этих вот ребят Ну я их разобью Сейчас вне записи Ну и вот Эльфийские стрелы наказали Еще один отряд орков И мы возвращаемся назад Так, ну и теперь Сняв осаду с этого нашего городишки Мы можем себе позволить Объединить наши силы Хотя бы так 5 Здесь Так, здесь 7 отрядов Так, лихолевская знать не объединится А вот эти ребята могут Вот Еще одного не хватает Но сейчас найдем место Еще для одного парня А кто же у нас далеко бежал Что-то я Чего-то тут Не понимаю Ну ладно Вот так Ну вот Вроде бы как Нам удалось Восстановить силы Основной нашей армии Леголаса У нас есть Опять ударный кулак Теперь нам предстоит Решить Что же нам делать дальше Я так подозреваю Что Там вот На границах Стоит Некий король чародей Это один И где-то здесь Еще один король чародей Ходил Такие вот Странные силы Здесь ходят То есть Можно ждать Атаки на миносморгул Противника Поэтому усилим Здесь гарнизон Вот так Ну Надо подхватить Еще подкрепление Теперь Если мы атакуем Бородур Это у нас пройдет Успешно Мы его возьмем То можно считать Что Наверное Решающая фаза Войны с Мордором Выиграно По результатам Нам не хватает Еще двух поселений Чтобы дожить До победы И надо Разгромить Мордор Разгромить Мордор Дальнейшим Уже будет Возможно Легче Потому что Мы разрезали Пополам Ну вот Пожалуй На этом Мы наше видео Сегодняшнее Закончим Я всех Благодарю за внимание Ставьте лайки И до скорых встреч Мордором Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok